о слава богу привет 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 ничего мои дорогие друзья рад приветствовать всех эти первые секунды из столицы японской империи город токио у нас 4 часа дня я рад что наконец-то подключилась связь к вам привет ира с пасхой всех ребята кстати поздравляем хорошо ли меня слышно мне очень хорошо тебя слышно несмотря на то что ты на улице сейчас чего-нибудь отрегулирую как у меня будет стоять стабилизатор мой либо мы походим еще в дополнение ко всему да мы хотим посмотреть я вам обязательно покажу сейчас парк в котором нахожусь но по зову души захотелось сделать старт как настоящему сибиряку под кронами молодых кедров вот такая история я вижу что люди начинают подключаться как называется парк саш спрашивает шимов чай парк рядом находится буквально справа от меня станция шимов чай вот я дома достаточно ушел чтобы вдруг не показать наш дом но это большой многоквартирный когда будем сейчас прогуливаться вдоль аллеи где сакура вдоль реки вы увидите что многие японцы далеко не все живут в многоквартирных дома это будет интересно стране япония на сегодняшний день уже на территории всей страны во всех префектурах объявлены чрезвычайная ситуация шутки про шашлычки история началась цветение сакуры здесь был национальный праздник ханами и это такие дни когда цветет сакура и все японцы выходят гулять всей семьей после и вместо работы по возможности и разворачивают маленькие пикнички прям под деревьями сакуры кушают выпивают проводят время но соответственно это связано с большим количеством людей вокруг и многие русскоязычные люди которые постоянно живут в японии удивлялись почему даже во время эпидемии все равно все ханами так это по-русски сказать такие люди я почему-то думала что наоборот они все соблюдают они системные системные мало того я бы сказал даже гипер дотошные до мелочей но дело в том что несмотря на чрезвычайную ситуацию во всей стране по закону невозможно заставить людей сидеть дома потому что это базовые права человека на свободу передвижения и вся самоизоляция заканчивается сугубо на рекомендациях и сильных-сильных просьбах правительства но люди гуляют почему тоже понятно потому что японцы очень много работают японцы очень много работы и выходных у них по-настоящему буквально четыре максимум пять дней в году это отпуск например в россии человек имеет возможность две недели раз полгода отдохнуть куда-то слетать вот у рядового японца служащего какой-нибудь компании это четыре пять дней в году поэтому японцы отдыхают крайне мало но эффективно поэтому они тратят сразу много денег поэтому во многих гостиницах аэропортах мира для японцев особый прием но вот в частности что на память вот упала гостиница марина бэй в сингапуре граждан японии даже отдельный код отдельная регистрация но таким образом по отдыху здесь еще есть интересное такое понятие как golden week золотая неделя скоро будет в мае это что-то такое схожие с майскими праздниками в россии вот если видно то вокруг везде цветут цветы очень-очень красиво такура отцвела но начинает свести все остальное вот неделя golden week заключает себя тотальные выходные всех граждан страны вот и это неделя даже больше чем отпуск у большинства японцев поэтому все ломятся просто в различные путешествия тратить заработанные за год деньги подарки безумные сладости одной как вы вдруг не знали что япония эта страна где не то что все помешано все практически застроено на шоппинге и еде поэтому ну грубо скажу наверное да бренды жрачками это маст хэв вот таким образом а скажи пожалуйста у вас даты есть этого карантина вот у нас до 30 пока там где-то там во франции до 13 мая у вас какие-то даты есть государственно определенные на данный момент у нас даты достаточно размазаны и они относились в основном отдельно каждой префектуре но на сегодняшний день насколько я знаю я не сильно прям слежу когда именно все закончится потому что на обычную жизнь как вы видите сильно ничего не повлияло предположительно там по моему до 6 мая вот по школе точно знаю сына в школе карантин до 6 мая вот по моей учебе тоже начинается все в мае вот мы дошли до детской площадке она полна детей даже там дальше перспективе много-много ребятишек гуляет вот что конечно же дорогие мои плохо потому что stay home please е-мое вот от этого зависит здоровье всех но японцы же уникальный народ и даже на stay home и здоровье у них есть свой скажем так национальный ответ это супер здоровье и супер иммунитет детских лет если даже в зимние месяцы снега в токио не было в этом году да и вообще редко бывает даже в зимние месяцы если встретить на улице маму с ребенком то можно шокироваться потому что он босиком с босиком зимой да осень дети босиком и вообще всегда дети босиком и они ходят в садик с соплями никто дома не сидит не лечат никакими пилюльками вот все в живом режиме ну если еще вот такой момент учесть в японии нет отопления центрального нигде никогда то есть вот сейчас например что у нас апрель да вот сейчас апрель дома холодно вот кандейна обогрев стоит там на 27 градусов я на улицу вышел такой спустя 3 дня такой а тут классно ну вот поэтому все привыкшие холоду всех классное здоровье все занимаются спортом постоянно очень много спортивных площадок но из моего окна видно большое футбольное поле где там американский футбол ребята играют в бейсбол она закрыта достаточно давно туда не ходят то есть я ужинаю смотрю футбол только из окна вот и никого там нет никого нет то есть как но официально меры конечно приняты большие магазины там торговые центры в центре города они закрыты вот какие-то глобальные брендовые дома моды вы простите шумно достал немножко буду показывать люди в масках ходят здесь вообще всегда просто дело в том что здесь никого не надо заставлять ходить масках потому что это стандартная скажем так санитарная привычка индивидуальной ответственности у каждого японца людей очень много и так или иначе все едут на работу поэтому независимо ни от какого карантина люди вас как всегда сейчас поезд промчится смотрите мы идем да нет уже не цветет в действительности буквально мы с вами пропустили но день к 4 уже последние цветы вот справа я сейчас делал акцент на деревьях вот по правую сторону это все большие деревья сакуры и вместо всех этих зеленых листьев еще полторы две и три недели назад было усыпано цветами все вот это удивительное зрелище конечно вот и и моей семье повезло потому что когда я готовлю я все время на кухне ошибаюсь по моим сторисам мне видно деревья сакуры реку таким хорошим течением как горная река я сбегу от ветра и буду показывать вам сакуру знакомьтесь река она достаточно маленькая но в смысле не глубокая и все деревья которые вдоль этой реки во все стороны это сакура цветов нет сейчас я дойду там есть несколько цветочков но ради фетиша так как уже мы сделали прямой эфир японии не показать сакуру грех я заприметил пару пару цветочков потому что уже ничего не осталось от сакуру так сейчас я уменьшу вот и все деревья были красивыми цветами удивительно но я ожидал что они будут вкусно пахнуть но ничего подобного и даже если вы попробуете мороженое с вкусом сакуры а такое существует но не похоже на вишню абсолютно такой легкий цветочный аромат в общем цветы не пахнут я расстроился в этом плане но это безумно красиво можно в моем аккаунте посмотреть там пару фотографий есть да я всегда смотрю все видео все фотографии потому что это очень красиво расскажи как все-таки вот заведения они работают кафе какие-то там может быть уличные работают вот фастфуд фастфуд сейчас я хочу к вам вернуться лицом все рестораны работают все бары работают закрыты только игровые автоматы на удивление они здесь очень популярны их тут называют словом починку и люди ходят в игровые автоматы как безумные кончила вот люди ходят в игровые автоматы и все правительство даже по телевизору напрямую призывают люди пожалуйста не ходите не играйте очень популярно здесь караоке люди много работают и ну и мало отдыхают это неоспоримый факт поэтому государство очень любезно организовала жителям империи все что нужно чтобы прекрасно себя чувствовать и гордиться своей страной поэтому путешествовать в японии очень интересно и наверное вот как на острове боли случилось со мной куда не поедет сколько не ездить вот ты ездишь второй год ездишь всегда есть что-то новое и невообразимо красивая вот ну например какие факты такой обычной жизни человека могут здесь вот вот все деревья за мной это это сакура я представляю когда нас ведет еще есть река рядом да удивительно красиво но так вот на улице очень чисто учитывая то что совершенно нет урн чтобы выкинуть мусор поэтому вот просто идешь по улице выкинуть мусор невозможно потому что некуда и при этом идеальная чистота на улице практически ничем не пахнет потому что такое ощущение что здесь все стерильно прямом смысле слова когда мы прошлом году оказались в лесу горах я иду к хвойном лесу и ощущаю вот как сейчас запах чистоты что происходит я даже отломил от хвойного дерева веточку потер мне не показалось это настоящий мир сейчас мы приближаемся к перекрестку где хотелось бы вам показать ну скажем так тихий центр район шинджику он фактически является как отдельным городом то есть недавно даже наблюдал такие дебаты токио это город или нет ну практически да вот практически да и шинджику очень интересный район ну инфраструктура в каждом районе по моему токио она очень насыщена но здесь а вот можно встретить таких милых людей гуляющих вообще я иду по прогулочной зоне для старичков вот здесь такие оборудованы оборудованы места для спорта они разминают косточки сидят болтают такие вот вообще старички здесь очень активны вот что есть такого рассказать расскажи все таки у вас пасха есть или нет я не поняла пасху на фейсбуке вчера даже русские просили а кто печет куличики нашлись те кто пекут пасхи фактически здесь нет потому что в стране половина буддисты половина синто но буддисты наверное так отголосками вы представляете что такое буддизм вот а вот синто это традиционное традиционное верование японцев почитается сила природы предки и это самое главное поэтому большие деревья здесь обозначены как священные у каждого дома есть небольшой алтарик очевидно с прахом предков вот и пасхи здесь нет потому что ну если мы знаем историю этого события до пасхального вот это на иврите называется праздник песах он сейчас там тоже идет это освобождение еврейского народа вот соответственно когда они там все спаслись вот и праздник писать но в христианском мире современном я покажу перекресток христианском мире современном это да мы все знаем христос воскрес воистину воскрес вот и все исторические справки объединили это событие и я придерживаюсь того что кто во что верит с тем то и происходит соответственно моя одна из любимых раз последние дни красота в глазах смотрящих это точно мы вот сейчас через твою камеру смотрим и я представляю как там круто как вообще народ японцы крайне замкнутые люди в действительности и на первый взгляд если оказаться в японии можно сказать что они очень вежливые они беспрецедентно дисциплинированные я хочу провести вас улочка где тихо и красиво и урбанистично стою на светофоре ребят всем привет у нас на связи япония ничего на связи токио вот и рассказывая о японцах они беспрецедентно дисциплинированные ребята поэтому так как строго не сказали сидеть дома все по каким-то важным делам ходят а важные дела побегать сходить за продуктами вот и и все но в действительности у японцев нет особо дружбы как например у нас с вами да вот если вот у меня в жизни есть друг то то вот он друг пришлось простите в десну друг вот а здесь ну после работы сходить выпить многие люди не готовят еду дома поэтому национальная кухня здесь практически в каждом доме есть какое-то кафе куда сходить и очень распространенная традиция что начальник в конце рабочего дня берет всех сотрудников и они идут бухать это нормально вот мы с вами идем по интересной спокойной улице и видно из нашего дома тоже здесь можно гулять я всегда радуюсь потому что на бали гулять нельзя здесь можно и есть где они очень замкнутые в гости друг друга никто не ходит потому что японии все миниатюрное и если пожить здесь некоторое время можно посмотреть что маленькие машинки маленькие домишки маленькие квартирки до места мало мы же на устрою все таки вот и вот как вы видите это непонятная архитектура непонятная архитектура очень разные дома очень много ступенчатых вот таких конструкций но это землетрясение потому что трясет почти каждый день по чуть-чуть я к этому немножечко привык заметили какие дома очень разные это я обещал показать что не все живут в многоэтажных домах например вот этот многоэтажный дом он здесь называется манчум если буквы смотреть на латинский латинской прописи то это как будто бы французское слово мизон что означает дом вот и на европейский манер такие большие дома официально называется маньшин вот огромное количество японцев живут вот в таких вот двух трехэтажных домиках они очень милые у каждого есть свой вход в большинстве случаев есть даже своя небольшая парковка например можно вот так прям под дом въехать и мы не видим машин на улице припаркованных знаете почему да только хотела сказать что машин вообще нет хотя центр то говоришь ну как центр такой тихий центр я бы сказал спальный район в центре города вот сложно что-то назвать центром потому что потому что потому что нет такого центра в каждом районе есть какой-то какая-то своя большая улица либо какая-то своя более крупная инфраструктура которая может показаться на местном уровне центром наверное даже правильнее сказать рай центр такой вот и мы в абсолютно классическом японском в стиле токио жилом районе с идеальными дорогами и вон немножко видно машина почему машин мало вот этому дому повезло у них есть парковка и а если парковки например нет какой этих людей то им просто не продадут автомобиль потому что покупая автомобиль первое что спросят а у вас парковочное место под автомобиль есть или нет и если вдруг человек документально не может доказать что у него есть парковочное место то ему просто не продадут автомобиль а если например захотеть купить какой-нибудь быть крупный джип нужно доказать что у тебя под него есть место потому что он больше чем например седан если у тебя по сантиметрам парковка не подходит около дома или там в радиусе двух километров который ты купил то тебе не продадут поэтому переизбыток машин несмотря на нехватку парковочных мест есть парковки здесь платные большинстве своем и содержание автомобиля выходит как дополнительный человек в семье об этом же можно сказать и о собачках например но вот с вами гуляем и собачек не видим сейчас черт когда мульта интересно слушай они же страшные собачники до японца собачники но прям до удивления опять же дотошные до мелочей потому что собачка в японской семье это вообще как отдельный но отдельный человек ребеночек и индустрия собачного бизнеса она запредельно дорогая и модная поэтому собачий бутик собачьими колясками ну вот я иду например в некоторых городах особенно в юкугами это очень популярно там больше возможности завести домашнего питомца питомца именно по условиям вообще домашнего законодательства потому что японцам просто негде они сами-то живут маленьких квартирках вот но про рядовых говорю конечно про рядовых японцев и человек идет например мужчина что-то держит в руке а женщина катит коляску и я такой смотрю да ладно у них там такая маленькая собачоночка коляска там вся вот вылезанная всякие прибамбасики там кормушечка такая поилочка и они короче такие прикольные они сисюкаются с этими псами разных пород вот и в основном все собаки выглядят как выставочные вот и такие все ухоженные и грумеры здесь безумно богатые наверное люди потому что собачьих салонах люди бывают очень-очень часто да это я читала вот такая удивительная страна расскажи нам чуть-чуть про кухню про кухню что ты есть что тебе нравится сейчас заказывайте вы что или но конечно рыба 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 про кухню в целом и сначала я думаю важно сказать что когда покушал что-то в японии ничего в мире теперь не вкусно или ничего в мире не такое вкусное как в японии потому что так вкусно вообще не бывает ребята это надо очень постараться чтобы создать спагетти вкуснее чем у итальянцев понимаете ну вот это так на вскидку для сравнения потому что япония славится тем исторически что очень многие опыт в разных сферах жизни они приняли от людей мира и усовершенствовали до такого вообще предела ну став такой известной уютной страной чистенькой вот это касается и еды в том числе еда безумно вкусная красивая разнообразная и очень популярны спагетти очень-очень популярны спагетти и есть недалеко от нашего дома у нас любимая спагетти осан так называемое место где продают спагетти там ну больше 30 видов спагетти это точно ты приходишь и ты можешь покушать спагетти даже голову не придется чем вот одни из наших самые любимые это смента его игре смента его и икрой грибами все там еще какие-то маленькие моря в основном мы конечно сейчас кушаем дома потому что из дома собственно и не выходим вот затарились мы продуктами очень заранее всей этой эпопеи со скупкой вот сейчас мы шли обратно мимо магазина в котором была очередь да там до сих пор есть еще больше даже вот много кушаем салатов давайте буду показывать вам где иду рассказывать много кушать салатов здесь люди очень следят за здоровьем вот мы видим что все бегают и они реально всегда бегают всегда выходной не выходной утра там 7 утра или это уже 10 вечера кто-то бегает на всех улицах города причем бегают так прямо усердно и где я бегаю сейчас редко вот люди занимаются прям периодически мы недавно у японца спросили настоящий хороший японец сколько раз овощи вообще кушает там в течение недели он сказал каждый день обязательно ну вот я например мужчина вот то есть это взрослые люди вот сколько ему лет видите ну хорошо что сегодня воскресенье у большинства японцев воскресенье все-таки выходной но людей на улице как ни странно но очень мало потому что они все глухо спят потому что они так много работают что спят прям вот со вчерашнего вечера до завтрашнего утра то есть этой ночи с пятницы на понедельник да фактически вот поэтому людей достаточно мало но те кто соблюдают режим они всегда в тонусе всегда кушают овощи ну тут мы затронем немножечко идею продуктов да в магазинах если вы слышали сплетню о том что фрукты и овощи продаются в японии поштучно это правда то есть пожарить картошечки это значит пойти в магазин купить картошку поштучно вот но в среднем среднем там например лук тоже поштучно до продается но есть все там бананы клубника там апельсины яблоки все поштучно вот ну среднем где-то картошка и лук это 35 40 рублей штучка вот я все время обалдел там в мире по ценам на морковку ну это парадоксальные всякие такие вещи бывают относительно российского рынка на природа овощей что что в россии самое дешевое в мире самое дорогое вот морковка и свекла вот по моим наблюдениям вообще хит вот но если говорить о менталитете японцев когда было ханами вот а мы продолжаем прогуливаться вдоль реки и деревьев сакуры которые стали обычными деревьями я наблюдал своими глазами ситуацию когда человек любовался цветами сакуры ему так вообще перло что он поднял с пола собаку и начал цветы показывать понимаешь но это вот так перевозят детей японцы очень велосипедные ребята очень велосипедные ребята заметно вот велосипедные парковки там у каких-то магазинов да вот в обычных районах где живут люди очень большие тут же мы вот говорили да про продукты но они красивые вкусные много срок хранения у них очень маленький поэтому всегда все очень свежие вот и и красивая куда бы вас проводить то еще видите прям в центр города я не пошел у нас как того цель на такое уютные дворы токио ну чрезвычайно ситуация кончится будем выходить красиво очень спасибо тебе что ты показал и не знаю мне из дома стало спокойно нам привет из израиля кстати вот с израилем у меня никого нет на прямой эфир есть есть я тебя познакомлю с братом он живет прямо на берегу океана ребятишек они тоже из новосибирска вот и уже по моему четыре или пять лет там живут сейчас они на карантине фантазируют как могут вот и если им будет интересно вот я вас познакомлю а там уже договоритесь это очень классно потому что мы сегодня были на связи с сашей японии он нам показался рассказал посмотрите в каком сам человек настроение как вокруг всего если хотите видеть токио его глазами подписывайтесь на него вообще полезная страница знаю что многие мои друзья уже подписаны на него вот а следующий четверг у нас будет эфир с дубаем и мы посмотрим на дубай в это время спасибо тебе огромное да спасибо мне очень было приятно немножечко показать вам и тебе ира показать обычную жизни японцев где они гуляют я не живут по каким улицам ходят конечно если выйти в центр там ну не знаю там где рапонги там стоя на светофоре ты можешь за четыре минуты насчитать автомобили на миллиард долларов вот если у соседа на парковке стоит два роллс-ройса на которых он не ездит потому что там на другом ездит вот то на светофоре там выходишь например из дома да если живешь вообще в центре в центре да у тебя вместо булочной магазин макларен вот а рядом с ним ламборджини вот поэтому здесь очень интересно и разнообразно если проехаться по разным районам вот когда закончится чрезвычайная ситуация немножечко мы начнем ездить по городу потому что мы никуда далеко от дома вообще не ходим вообще редко выходим вот но вот сегодня прям у меня фартанул такая с вами прогулочка вот и тогда я покажу чего-нибудь еще интересное либо просто заходить смотрите буду стараться дивиться если интересно я парень не публичный достаточно и у тебя хорошо получается я крайне редко разговариваю в эфире и вообще что-то показываю вокруг поэтому если правда интересно мигайте я буду снимать для вас спасибо тебе большое всем хорошего дня ребят эфир сохраняем спасибо бай